Очень хочется, чтобы 2016 год стал годом новых возможностей для музыкантов. Давайте сегодня поговорим откровенно о музыке. О музыке, которая звучит прежде всего для нашего народа, которая звучит от чистого сердца, и о музыке, которая сделана с большой любовью. Я очень хочу сегодня представить наших гостей. Владимир Бабешко, саунд-продюсер. Павел Шилько, соучредитель музыкальной премии ЮНА. Аня Свиридова, музыкальный продюсер. И также руководитель станции. Одной из топовых радиостанций. Владимир Дорош, человек, который нас сегодня здесь и собрал, и синициировал эту встречу. Юрий Рыбчинский, заслуженный деятель искусств, народный артист Украины. Насколько я знаю, у Юрия 15 наград «Песни года». Петя Черный, заслуженный артист Украины. И Юрченко Герман Юрьевич, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины. Володя, сегодня хотелось бы поговорить о проекте «14 новелл». О проекте, который ты очень долгое время готовил и, наверное, с большой любовью и с такой выдержкой на своих плечах нес долгие годы. Скажи, вопрос заключается в следующем. Зачем ты это делаешь? Вы знаете, так сталося в моем жизни, что я долго, очень долго занимался бизнесом. Но я всегда говорю эту фразу и хочу повторить ее еще раз. Я все життя заработал деньги, чтобы 45 лет начать профессиональную карьеру, все-таки все свои песни реализовать и показать украинскому народу. А мои коллеги, например, мой другий брат, который инициировал эту ситуацию, Петро Чорный, это он, кстати. Поэтому Петро спонукал меня, приворожил меня. Сказал, что я должен это сделать обязательно, поэтому так и выник этот проект «14 новелл про осень». Первый наш альбом, мой альбом. Герман Юрьевич, вы 33 года возглавляли Полтавскую филармонию. С Владимиром вы дружите уже 25 лет, насколько я помню, правильно? Да, именно сегодня исполнилось 25 лет, как мы с ним познакомились. Поздравляю тебя. Да, это приятно. Вот вопрос заключается в следующем. Когда Володя начал проявлять свои такие таланты? Сколько я его знаю? В данный момент вы… Это тот случай, когда говорят, что это для бизнесменов особенно, что это их хобби. Так вот вы воспринимаете Владимира как бизнесмена, либо как творческого человека? Вы знаете, когда я узнал о том, что он уделяет бизнесмену 15 минут, пока мы ехали, он все время кем-то руководил. А для него сейчас жизнь – это искусство. Поэтому он близок мне в том отношении. Я вообще-то, как музыкант, представитель той профессии, которую на Первом Национальном уделяет внимание в 3 часа ночи. Вот если вы обратите внимание, возьмите программку, и там в 3 часа ночи только, только, можно услышать Брамса, можно услышать Чайковского, можно услышать Битхойна. Это в 3 часа ночи. Для кого это, я не знаю, конечно. Так это для тех, кто не спит, очевидно. Поэтому для меня он близок, хотя он вроде как представляет тот жанр, который несколько далек от классической музыки. Но зная его, зная его любовь к классике, зная его отношения к классике, для него вот это уже не работа, это его жизнь, это его предназначение. Поэтому я и говорю, сколько я его знаю, вот именно я его знаю, прежде всего, как музыканта. Субтитры создавал DimaTorzok И маму выгродает, выгродает. Он уже олицетворяет единство поэзии и музыку, где у него слово, оно озвучено музыкой, а музыка как бы может быть озвучено словом. Вот почему для меня он очень интересный. И с этой точки, когда мы, казалось бы, в противоположных категориях, когда мы встречаемся, то я чувствую, ну для меня он вообще человек, как в каждом общении, я тоже расту как эгоист. А вот я думаю по его глазам, я тоже слежу за ним. А ему, очевидно, приятно со мной общаться. И вот это продолжается в течение 25 лет. Герман Ильич, часто советы даете? Ну как советы? Ему невозможно давать советы. Почему? Да, ну что вы. Это настолько человек, который понимает, что он делает и для кого он делает. Это тоже редкостное, кстати. Не для всех, вот, как занимается попсой, понимаете? А этот человек как раз делает для определенного качества людей и хочет, чтобы этих людей было как много больше. Ну вы имеете, вы понимаете, что думающих людей. Вот поэтому я думаю, что в этом отношении он в чем-то отличается от других. Ну если вы потом позволите, когда уже все будут говорить, может быть я еще что-то дополню. Да, конечно. Петя, вопрос к тебе. Петя, ты как раз был инициатором того, чтобы Владимир Дорож вышел на большую сцену и свое творчество подарил зрителю. То, что он делает, тебе самому нравится? Вы знаете, я с вашего дозы буду российским, потому что три ЧПРК требует работать. А лотворы я писал, я помочаюсь. Параду я не нажимал. Вы знаете, вот как Владимир Николаевич сказал, говорит, я зарабатывал для того, чтобы петь, у меня происходит, я пою для того, чтобы зарабатывать. И на моей жизни очень много людей встречалось, я говорю, это закрытый концерт, закрытый концерт, который обслуживаешь успешных людей, даешь для них концерты, потому что они могут себе позволить пригласить Элдемиола, там, например. И вот, когда мы познакомились с Владимиром Николаевичем, со мной был еще скрипач, мой одноклассник, Слысенко, тоже потрясающий музыкант, это Денис Боев. Я его взял, потому что был предупрежден, что у Владимира Николаевича упакованы инструментами, а я до сих пор еще восхищаюсь инструментами, до сих пор смотрю даже на шнуры. И вот мы когда приехали, первое, что меня убедило, ну зачем это нужно? Казалось бы, гонь. Инструменты, на которых играет Элдемиола, Маклафлин. То есть, вы можете посмотреть на новелу и обратить внимание. Ну, думаю, хорошо, что хоть есть человек, который вкладывает в инструменты, но не ожидал, что будет так до слезы. Почему? Потому что я восхищаюсь всегда украинской песнею, и, вы знаете, может плакать горилка, то и козак не плачет, да, есть такой термин. И когда я заспевал первую песню про сестру, я благаю, чтобы была жива моя сестра, я не могу сказать, что, вы знаете, вот это как раз яркий пример, когда шоу-бизнес пропитан, говорят, вот бабки, бабки. На самом деле, мне кажется, как театр начинается с вешалки, так вот все-таки шоу-бизнес начинается с песни. Какая бы ни было, и вот мы сегодня гримировочно разговаривали с Анечкой, и правильно она сказала, ну не пролезет. Вот если, говорит, не топовая песня этой ранцы, хоть бабло, не бабло, не давать, должна быть песня. И я проникся так песней, что тема совершенно не тронутая. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то написал про себя, ну, чтобы была жива моя сестра, например. А я попрошу одне единое чудо, все життя тобі молитись буду, благаю, хай живе, живе моя сестра. Я, взагалі, дуже пишаюсь украинською культурою, тому я здесь, потому что я и твори писал украинською. Это так думаю, что, о, Петро, там, майне не цыганно. Мои зошити показали индусам и кубинцам, как надо писать твори. И не еду в Котляревске, а моя батьковщина и руки матери. И когда такая спровожная мова была и песни, естественно, я подходил до него не только потому, что музычные инструменты. Я говорю, слушай, откуда у тебя вообще, чувак, а че ты, говорю, ну, собрал ты возле себя людей, ну, в Полтавской области, ну, сказали тебе хорошо, что ты поешь. Но это, говорю, надо, чтобы слушали народ, потому что таких, как я, очень, может быть, тысячи. Именно те песни. И я уверен, что те песни, дай бог, ну, так с провинницей, я вообще мечтаю, чтобы ты раздал когда-нибудь каждому по песне своей. И чтобы это довести, ну, ты сам используешь. Петь, я думаю, мы договоримся как раз с Флогией. Я даю вам честное слово, что его песни меня вдохновили настолько, это не та фишка, которая, извините, я был у многих богатых людей, достаточно сказать, Дональд Трамп. И он потрясающе играет на рояле. Ни одним пальцем не слышны в садуках. Медиа холдинг. Да. Дорож. Дорож. Поэтому Дорож, для меня дорог. Именно своими песнями, это действительно талантливый человек. И он может себе, он выезжает специально на такие музыканты, тогда ты ездил на, где играл Владимиола, Лерит и Нур. То есть, ну, и слава богу, что есть такие люди, что, вот я бы сказал, фанат музыки. Вот есть возможность, и оно тратится не в офшоры, а тратится именно на вот культуру, в украинское производство, музыка. Для Дорожа музыка это и есть уличный офшор, поэтому нормально, да. Поэтому ты очень молодец, что вот сейчас мы сидим в студии. Мне, для меня, это вот тогда мы в доме сидели, прошло, ну, сколько, год, да, полтора? Да, и ты уже сидишь в студии. И вот мы сидим в студии с такими айсбергами нашего. Ну, здесь вообще... Айсбергами. А ваши песни поют звезды, а ваши песни будут жить еще долгие года. Вы уже знакомы с творчеством Володи. Ночью, выхожу на балкон, смотрю на небо, а звезды поют мои песни. А звезды поют ваши песни. Что должен сделать современный исполнитель, чтобы быть услышанным? Что первоначально? Все-таки лирика, лирика во всем, либо какой-то креатив для того, чтобы просто запомниться? Современный исполнитель для того, чтобы быть услышанным, должен купить лицензию, открыть свое радио и с утра до вечера крутить свои песни. То есть не имеет, сейчас уже не имеет значения, да, сколько вложено души в песню? Я утверждаю, 90% лучших песен, которые создаются в Украине, не попадают в эфир. Ни телевизионный, ни радиийный. Потому что весь телевизионно-радиийный бизнес, пусть меня опровергает, построен по схеме, сказать, сначала деньги, потом стулья, да. То есть ты должен потратить, ну, чтобы купить хорошую песню, это надо и записать ее, скажем, 10 тысяч, потом сделать клип на 30 тысяч, а потом еще заплатить для раскрутки. А билеты вы не сделали бесплатно? Ну, я подарить могу сказать, я не только тебе дарил, да, не в этом дело. Дело в том, что во всем мире ищут талант, суперталант, чтобы в него инвестировать, чтобы создать продукт и на нем зарабатывать суперденье, да, понятно, да? То есть находят мальчика Джексона, Five Brothers Jackson, да, Вот, который пел, как Робертино Лоретти, Квинси Джонс, да. И в течение там 8 лет в него вкладывают деньги, чтобы создать продукт. Вкладывают, не он вкладывает. Не родители платят. То есть нет коррупционной этой схемы. Нас, хохлов, дурить не треба. Поэтому отказываются от своего... Вот звучит следующее. Что должен сделать артист для того, чтобы зазвучать на станции? Ну, глубоко уважаемый Юрий Евгеньевич уже высказал свое мнение, что для этого нужно быть частью коррупционной схемы. Я все-таки, как представитель радио, вот сидя здесь, ну, вы можете соглашаться, можете не соглашаться со мной. Вы знаете, я вот реально некоторые вещи, конечно, могла бы воспринять как оскорбление, потому что уже, да, тоже более 15 лет работаю на радио и не считала себя коррумпированным представителем этого общества. Я ценю себя тоже не считаю коррупционером. Ну, извините, это просто даже некорректно... Ни один коррупционер себя не скажет, я коррупционер. Я же не обвиняю вас лично. Мы же говорим о том, что, Юрий Евгеньевич, мы говорим о том, что радиостанции, прежде всего, что Паша, что Аня, люди, которые знают, что такое радиостанция... Люди, которые привыкли к коррупции, не чувствуют, не называют это коррупцией. Как вы не понимаете? Есть определенное... Вы что считаете, что в вашей радиостанции... Я просто не могу позволить себе... Я настолько вас уважаю, что не могу позволить себе отвечать вам в том же русле, в котором вы говорите со мной. Пока не поменяем мы вообще всю схему, всю систему, которая у нас существует ради и на... То есть, если не поменяется схема государства, если поменяется схема государства, точно так же будут работать и каналы, точно так же будет работать радиостанция. Даю вам честное цыганское слово. Ни рубля с меня не взяли сейчас за новую песню с Элявини. Ай-ни-ни-ни... Да и за старый, ни рубль, ни копейки, ни копейки. Центрально, это чистая правда. Это правда, что вот эти... Рубль — это валюта наших врагов. Одна прекрасная женщина. Я малоизвестный исполнитель на Украине. Я сотрудничаю с этим радио, честно говорю, всем украинскому народу. Я украинец, от мой друг Циган, я украинец. Можливо, тут есть и не только украинцы. Ну, может, можливо, тут есть и не украинцы. Но я хочу сказать, что с меня тоже не копейки никто не взял на этом радио, прекрасно. Единственное, что хочу сказать, что украинскому народу, раз меня заставили выпить 200 грамм приваку. Ну, так это святое. Подожди, вот я хочу... Я еще хочу, знаете, немножко продолжить. То есть, радио «Пятница», проект, которым я сейчас занимаюсь, мы не будем говорить, что это исключение. Потому что были названы те же артисты, тот же Потап, было имя его произнесено, тот же Иван Дорн, тот же Святослав Вакарчук, поверьте, эти люди ни копейки не занесли ни на одну радиостанцию для того, чтобы быть... Поэтому просто, может быть, не совсем корректно обобщать настолько. А что нужно для того, чтобы попасть на радио? Нужна песня, нужен хит. Это первоочередная история. Известный артист, никому неизвестный, если эта песня сочинена по-настоящему, исполнена по-настоящему. То есть, не какие-то там клише, если уже говорить о творчестве, талантливое произведение, талантливое, исполнено от души, этого не скрыть. И не важно, имя с каким-то послужным там списком, или это какой-то молодой исполнитель. Потому что, ну, чаще всего радиостанции работают не с артистом, а с треком, с конкретной песней. Поэтому можно быть абсолютно никому неизвестным, но если есть песня, она зазвучит на радио. Ну, мы просто не можем, я как программный директор, не могу себе позволить, если эта песня в формате, если я понимаю, что есть целевая аудитория, ее портрет, и я не могу себе позволить не поставить эту песню. Потому что я понимаю, что эту песню, из-за нее могут даже включить радиостанцию. Поэтому... Совершенно верно. Это все радио строится вокруг треков. И учитывая, что программный директор всегда отвечает потом за рейтинги, если их нет, то это его проблема, он рискует своей работой. То есть программный директор, он прежде всего заинтересован в том, чтобы радио не переключили. Это первостепенная задача. Я даже скажу так, что задача не столь, чтобы там сильно песня понравилась, чтобы не переключили. А если она еще и очень нравится, там есть серия специальных Auditorial Music Test, есть серия там Phone Calls, когда прозванивают, ставят хуки, песни. Ну там это такой некий механизм бизнеса, который радио... Радищикам очень выгодно, чтобы звучало то, что... И порой радищики, программные директоры рискуют. Я в свое время там в 97-м году на свой страх и риск поставил непонятную песню, ну только появившуюся песню Там до нас, Нема, которую там мало кто знал тогда. Ну потому что я посчитал, что наверное это будет интересно. Рискну, там в свое время там возвращайся, некая группа паранормальных ко мне пришли, кто такие паранормальные. Ну там неважно, это каждый... У каждого есть свои какие-то истории. Но вот что, наверное, отличает радио и телевидение, потому что вы тоже подходили, я, клянусь богом, я ни копейки никогда за песню не взял, будучи там программным и генеральным директором своей радиостанции. Но вот что отличает всегда телек от радио, я всегда это говорил. Я не знаю, как в телеке, я не работал в музыкальном телевидении, я не знаю, там берут или нет, но слышал, что кто-то там где-то есть. Но знаете, в чем разница? Вот идет на радио песня неудачная, люди переключили. Идет на телеке песня неудачная, но там красивые девочки. Груча Галиле. И там песня уже становится вторичной, могут не переключить. Я же по радио не покажу красивые сиси. Ну все правильно, для вас первоначально там музыкальный материал. Разные подходы получается. Конечно. Я бы хотел одну важную речь сказать, может, кто из меня поддерживает. С правой в том, что мы сейчас попали в такую эпоху, не очень хорошую, все лучшее уже сыгранное. На жаль. И мы сейчас очень повторяемся, и не только мы, и на заходе, так как мы все сейчас в полном цитноте. Они делают ремиксы, ремейки, они вертаются до тої музыки, до Beatles, до Queen'и и так далее. Все уже переграно. Можливо, когда нас уже не станет, піде какая-то новая хвиля, и появится что-то лучшее. Если мне кто-то сейчас назовет хотя бы 3-4 хита, я буду очень благодарен за последние часы. Не мое. Самое главное для авторов было создать не просто хит, а сделать то, чего не было. То есть то, что называется неформатом. С 91-го года авторы столкнулись с тем, что приносят песню, сказать, формат, формат, формат. Мы смотрим Евровидение, где 70% песни написаны как будто одним автором. Потом мы включаем радио, слушаем, сказать, песни с разными словами, одинаковые аранжировки, одинаковые мелодии, сказать, все в одном формате. Это убивает саму суть творчества. Суть творчества состоит в том, чтобы делать то, чего до тебя не было. Я одно слово скажу, уважаемые коллеги. Прекрасно, что мы сегодня собрались, во-первых, да, почему? Потому что, к сожалению, наше телевидение, вот Тонису спасибо огромное, к сожалению, наше телевидение относится к современному музыкальному творчеству однобока. Я тут поддерживаю абсолютно нашего мэтра, абсолютно поддерживаю. И мы не будем говорить о радио, если говорить о шоу-бизнесе. Радио слишком много, я не знаю, я не имею отношение к ремонту. Извини, что я тебя берегу. Я просто знаю, я работаю с огромным количеством исполнителей. Я знаю, что приходит там, скажем, Паша Зеброва, вот мы написали песню, я отнес на радио, знаете, я проплатил. И это общее, это никто не скрывает. Приходит Ира Билл, и то же самое, моя кумацкая, говорит, все платят. В Москве, я в свое время, когда Алла была еще женой Киркорова, у них в доме, помню, пришел Филя и возмущался, говорит, Алла, я пришел, говорит, мне требуется столько, а она говорит, Филя, надо платить, это общие правила. Он говорит, как, и ты платишь? Говорит, не буду я платить, меня крутить не буду. Дивите, это шоу-бизнес. Ты идешь, платишь за песню, ее крутят 5 раз в день, у нас стоит популярный, ты выезжаешь на гастроли, и ты збираешь полный зал, заробляешь гроши, частину из них выносишь снова на радио, они снова крутят, и так далее. Это шоу-бизнес. Мы же говорим про творчество. Уважаемые друзья, я три года занимаюсь так называемым шоу-бизнесом, хотя я всегда говорю, что я никакое отношение к шоу-бизнесу не имею. Я просто музыкант. Я имею полное право так говорить, потому что мне не надо, например, как моему другу Пете, каждый день ехать на гастроли, зарабатывать деньги для того, чтобы существовать, кормить свою семью и так далее. Мы находимся в разных физовых категориях. Но вопрос не в этом. Вот за три года я понял одну единственную вещь. Абсолютно поддерживаю нашего метро, я еще раз повторяю. Самое главное в этой жизни, конечно, мы за 25 лет нашей истории, я скажу абсолютно щиро, мы втратили практически украинскую эстрадную письню. Да. Мы ее втратили по той причине, что, да, радийный формат, он заставляет всех виконавцев безвиключно быть такими клонами, которых мы бачим, чуем. Мы забыли про украинскую поэзию, уже неможливо спевать про маму, потому что это не цікаво на радио, никто не будет слушать. В результате этого мы должны с вами сделать один единственный висновок и сказать это нашим шановным украинским гражданам. Все, что происходит на сегодняшнем медиапросторе, тут не при чем наша замечательная госпожа, абсолютно, причина, что я знаю прекрасных отношений, и на самом деле вона, от меня особо, ставить безкоштовно. Ну, возможно, это просто у нас крупная взаимная симпатия. Да, это тоже коррупционная схема, но ситуация в совсем другом. Друзья мои, мы должны сегодня еще раз сказать, и еще раз скажу спасибо, что мы забрались и говорим это на всю Украину, про то, что мы практически за 25 лет независимости мы снищили нашу духовность, мы снищили то, на чему базируется наша украинская ментальность, мы перейшли на американский и англійський формат, и правильно сказал Володя, как суперспециалист, вы послушаете голос краины, у нас діти набагато краще спевают англійською мову, чем украинською. Надо говорить щиро и правдиво. Мы, например, великий жаль, не популяризуем мы копируем то, что было спевано там и переспевано. Я был в Канаде на фестивалі и мне організатор фестиваля каже, Володимир, вы же только спеваете свои властные песни. А почему вы мне это вопрос задаете? Кто из Украины не приедет, постепенно спевайте «Тель Калифорнию». Нам гидко на это дивиться. Мы его слушали в оригинале, не надо нам спевать «Тель Калифорнию». Я не буду сказать, про кого я скажу, но все зрозумели, про кого я сказал. Він каже, ну не треба цього робить. Мы хотим побачить украинский в конце концов. Что же вы переспеваете наше? Тому, шановные друзья, я абсолютно поддерживаю все, что сказано было в студии, но хочу сказать вам одно единое. Если в Украине не будет перебудована идеологическая платформа, у нас, Володя, никогда не родится новая письня и новые хиты. Приклад вирши очень хорошего российского поета Федорова «Все испытав, мы знаем сами, что вне психических атак сердца, не занятые нами, немедленно займет наш враг. Займет, сводя все те же счеты, займет смертельно нас, разя, сердца до этой же высоты, которых отдавать нельзя». Тобто, я завжди казал, что украинский эфир письменный, мовный, все інше, він повинен бути, відображати те, что есть в Украине. В Украине, я не скажу, что 100% мают только украинские письки, но все татарские, русские, мовные письки, они повинны бути маедийной Украины. Воно відображат. Кроме того, у нас живут греки, болгари, евреи. Це теж багатонационально. Але це має бути в першу чергу вироблено в Украине. Я не проти російських письменників. смотрите, а сейчас, я думаю, что как раз сейчас, последние три года, в связи с тяжелыми событиями, которыми мы проживаем, но возможно, я все-таки хочу чуть-чуть повернуть на некий позитивный лад, потому что я считаю, что есть за последние три года позитивная тенденция. И вот она в чем выглядит. В том, что сейчас, ввиду того, что вот уже из-за всего происходящего не хотят российской попсы, многие встали в эту позицию, очень многие, еще, может, не все радищики, но очень многие люди стали, те же выступления артистов, уже хотят свое. И сейчас самое время творить своим. Вот сейчас самое время максимально творить и занимать ниши. Украинский шоу-бизнес, ну я больше люблю говорить музыкальной индустрии, это, наверное, так правильно звучит, шоу-бизнес это такие музыкальные индустрии, она сейчас вот в неком таком зачаточном существовании, но есть очень много планов, есть очень много замечательных идей и артистов, сейчас самое время творить, и много ниш. Есть ниша замечательной украинской эстрадной песни. Этого не было давно, давно вот того, что сейчас Володя Дорож делает, такого не себя, тебя же не теряя, познать любовь и ненависть, прости, только ты знай, ты знай, моя родная, я не смогу, я не смогу тебя забыть, забыть все то, что вместе мы прожили, забыть всех тех, кого с нами нет, доплыть туда, куда мы не доплыли и получи, и получи, на всем ответ. Я с вами, Юрий Григорьевич, особенно согласен на тему, что это должно быть made in Ukraine. Если Пит Буль поет на испанском, но его песни популярны во всей Америке, почему ему не говорят «заткни свой испанский рот и пой только на английском?» Нет, какая разница, это наш продукт. Я хочу слышать его цыганскую речь в песнях, тоже хочу сказать. Володь, вот мне вопрос, если можно, скажи, стоит ли вообще прогибаться артисту под желание зрителя и слушателя? Вот ты делаешь большое количество музыки. Ты приводишь и учился на сцене для того, чтобы потом это крутили на радио, показывали по телевизору и артисты выступали с этим материалом на сцене. Я считаю, что не нужно ориентироваться ни на радио, ни на телевизору, ни на телевизору. Треба творить. Звичайно, майбутнє за молодью, Вот подтверждение как раз до ваших слов. Майбутнє за молодью, это однозначно, за молодой музыкой, но у нас еще есть и люди старшего века, 30-40, и так же хочется трошки иначе музыки. Я закликаю всех виконавцев творить, не звертать увагу на форматы, на модность. И если ты написал хит, ты идешь в интернет, кидаешь его просто в интернет, и через 2-3 дня тебе телебачение и радиостанции сами найдут. Крапка. Да, совершенно верно. Еще хочу добавить, вот по поводу прогинаться под избенчивый мир, под форматы. Я как представитель радио четко понимаю, зачем нужен формат и его, собственно, предназначение. Я могла бы на эту тему провести ликбез, но когда приходят ко мне исполнители и задают вопрос, а вот скажите, а в каком формате нужно спеть, чтобы моя песня попала на радио? Я всегда говорю, это самый ужасный и глупый вопрос, который настоящий артист может задать. То есть я всегда отвечаю, господа, делайте то, к чему лежит ваша душа. То, что вы делаете лучше других, то, что вы делаете от души. Потому что главное, я вот такую эмоциональную скажу штуку, не обманешь слушателя, не заставишь любить песню, которая подогнана под формат. Вы уж извините, я недаром начал с того, что я представляю несколько другое искусство. Поэтому я с удовольствием слушаю вашу полемику, с удовольствием слушаю, что температура зашкаливала, когда вы говорили о коррупции. Я хотел бы сказать, что правильно, вы начали эту тему, но уже отошли от нее. Что изменилась эпоха? Изменилась та эпоха, которая сегодня, как никогда, в чем-то страшная. Дело в том, что вот какое-то наступление мещанства, наступление грубости, невежества. Я даже вспоминаю слова Жванецкого, когда он сказал, с грубостью Сибири мы уже справились. А вот с аристократизмом Европы, кстати, вот здесь большие проблемы. И мне кажется так, что, когда я вспоминаю Дмитрия Лихачева, который в свое время, еще, наверное, до коррупции сказал, но уже предполагая, как каждый гениальный человек, зная, что будет дальше. Он сказал, что культура – это душа общества. И только культура может победить коррупцию. Когда у нас идет антидуховность, которая вплелась во все, что только есть в государстве у нас, и в том числе, как мы говорим сейчас, здесь и в шоу-бизнес, абсолютно точно, а там почва, будьте какая, поэтому всякая думающая, прослойка уходит. И приходит то, что нужно тем, кто эту прослойку сегодня в государстве занял. Вот почему сегодня, мне кажется, здесь огромная проблема. Если у нас в центре сидит Владимир Дорош, и когда вы мне говорите о том, что, значит, знаю ли я его много, и почему я все же все время с ним в контактах, то именно здесь я вижу спасение вот музыки, музыки, и в этом жанре, которым говорил, понимание того, что для чего это делается, для чего, для поддержки духа. И мне кажется тоже, что когда человек пишет, как вот, не потому, что он сидит здесь, а если бы мне сказали, вы бы задали вопрос, какой у нас поэт вот в Украине значительный, я в первую очередь сказал, Юрий Рыбчинский. Если поэт, у него нет музыки в душе, он не поэт. Поэтому, Юрий Евгеньевич, когда, безусловно, слышишь твои стихи, читаешь, там пропитана музыка. Что я слышу у Владимира? Почему я недаром говорил, что там слово и музыка вместе? И если мы говорим, что участвуют три действующие лица, это первый, допустим, тот, кто создал музыку, как я музыкант, второй, это исполнитель, а третий, для кого? Для слушателя, с точки зрения его воспитания. Опять-таки, искусство должно воспитывать, чтобы у них, да, радовать, но как Шуман, как Шуман говорил, да, совершенно как Шуман говорит, есть вальсы для ног, а есть вальсы для слуха. Значит, мы можем сказать, есть музыка для ног, и мы можем много назвать, что именно для ног больше не для ума, больше не для чего, но есть музыка та же, в этом жанре, для слуха. А есть лидорож, сочетает вот тот первое лицо, единственное слово музыка и исполнитель, второе лицо, то ему что остается? Конечно, делать такие произведения, которые я восхищаюсь, что он как будто, прежде чем написать, он эту ноту вкладывает в ум. И в этом отношении, я боюсь за его аудиторию, я ему неоднократно говорил, ты прекрасно, допустим, пишешь, у тебя великолепнейшие музыканты, потому что ты поражаешься, если где-то есть неточность. Это его заводит до такого состояния, что он не может петь. Правильно, Петя? Он неоднократно, он бросал, если он услышит какую-то ноту, неточную у музыкантов. Абсолютно точно. Поэтому он именно пишет для людей. А где эти люди? А кто будет слушать его? Вот у меня сейчас программа. И если он говорит, что Герман, допустим, сделаем концерт в Ластопаде, и я подставляю плечо, для того, что я знаю, ему надо подставить плечо, чтобы в зале были те, кто действительно понимает, какое он слово несет, и какую музыку. Владимир, я не то говорю. Но у меня есть своя думка относительно Володимира Дороша. Можно я скажу? Он человек, он занятый, ему нужно немного отойти, и просто немного отойти. Я сейчас уже не занимаюсь. Володь, мокрофон дайте мне. Мокрофон. Ему надо отойти. Друзья мои дорогие, я скажу вам щиро, я скажу вам щиро, я щиро вдячен, что вы откликнулись и пришли все. Я надзвичайно вдячен вам за это. Когда я принял решение с подачи Петра заниматься творчностью, я отъехал от бизнеса. Это несумместные вещи. Никого не слушайте, что можно заниматься бизнесом и параллельно заниматься творчостью. Бизнес. Колись мама мне сказала фантастичную вещь. Вы знаете, мамочка, точно так же, Ипольят. Мамочка мне сказала, она у меня филолог, все життя провучила дитей, 47 лет, если я не помиляюсь. И вот мамочка мне сказала, когда мне было 35 лет, я был успешный, все было хорошо, прекрасно. Ну, другая мама гордилась бы, знаете, сказала, вот мой сын там, ездит на Мерседесах, там и так далее. А мама сказала, Володимир, мне прикро, но бизнес вихлестил твою душу. Я ридал три дни. Я плакал, как настоящий сын. И вот сейчас, я вот чувствую, как слезы, десь снова подкрались на меня, потому что, когда мама мне сказала, это на 35 лет, я настолько был расстроган, Володя, настолько мне было боляче, даже если бы все меня, вся Украина признала меня негидником, або говорила самые плохие вещи, я бы все переживал бы набагато легче, как мама мне сказала эти слова. Она сказала, Бог тебе дав невеличкий талант, ты можешь писать вверхи и музыку, но, на превеликий жаль, бизнес вихлестил твою душу. Да. И вы знаете, когда я начинал 45 лет заниматься этой творчеством, вот за... Зараз уже 49, слава богу, я много чего зрозумев, но я зрозумев, что это несумместный, Володя, я не знаю сейчас практически бизнесом. А, Володя, ты работаешь с живыми музыкантами, это довольно дорогое удовольствие. Не знаю, уже два года, да? Коллективу два с половиной. Скажи, не прощались записать фонограму и, в принципе, как большинство попсиска... Вот я сегодня поддерживаю метрив, да, от Юрия Венщича, Володя, ну, я говорю Володю, потому что он не хочет быть старым. А я не боюсь своего века, знаете, я скажу щиро. Знаете, старость, возможно, не самый красивый час, не самый кращий пора. Но это единственный способ прожить долго. Можно померти молодым, как Висоцкий, красивым, и не доживши 30-40 лет, и не побачивши своих внуков, вот как Юрий Евгеньевич. У меня также есть внуки, так что я могу вам только по-доброму позазрить. И божаю всем, чтобы у нас на Украине народились діти и внуки, и чтобы у нас было очень много. Но я получил, когда я начинал этот проект, я называю его проектом, я сразу же понял, что нужно на это тратить деньги. Это когда меня вопрос, молодец особо, вот как вы считаете, это возможно или не возможно. Я всегда говорю щиро, какой бы ты был талановитый, если у тебя не будет продюсер, который потратил на тебя деньги, заниматься этим справа не нужно. Во-первых, надо иметь величезное моральное право выходить на сцену. Да, никто не виноват, что ты решил себя показать на сцену. Это надо иметь величезное моральное право выходить на сцену. И то, что у нас на Украине на сегодняшний день как бы нема цензури, вона есть. Но только цензура, на великий жаль, у нас, как вся государство, на сегодняшний день, я поддерживаю, это у нас полная анархия. Абсолютно щиро, нужно говорить, полная анархия. Чому? Потому что мы не готовы до этой демократии, которую нам навязывают Европа, Америка, как бы мы не хотели, но с таким уровнем життя люди не могут сприймать демократичные ценности. Голодная людина, вона никогда не понимает свято Европу. Им хоть бы наездить, да одеться. Справа в том, что шоу-бизнес, так званый, он является церкальным видображением нашей дейсности. Мы говорим, чего погана полиция? Ну, полиция же у нас такая эстрада. Ну, потому что наш народ хочет слушать, например, песни Олега Винника. Вин, да, він не хочет слушать. Не, я умовно кажучи, умовно кажучи, мы говорим, сегодня, Володя правильно сказав, что мы с вами самых успешных проектах у нас сегодняшний день, это Олег Винник. Например, великий жаль, если мы с вами можем, по бежкам сейчас сядем и спеть трех даже, давайте, инструменты, мы нафигачим такую гармонию, такие акорды, что все крыши будут разрывать. А все скажут, а для чего, знаете, для чего гармонию не так смешный, памятаете, когда сказали? Так и тут. Справа в том, что неможливо, что сучасная музычная творческая индустрия, сучасная, скажу так, как Паша говорит, неможливо без властной студии. Я попадал в концертный зал. Чому? Потому что музыканти должны иметь нормальные репетиционные умовы. Я купил шикарнейший, мабуть, самый лучший на Украине беклайн. Я взбрал прекрасную команду и чем горжусь полтавскую команду, полтавскую, полтавских музыкантів, териториаль... Музичные инструменты. Да, ось Володя, Володя Адамович, он знает, что такое... Давай все продамо и купим телеканал. Да, друзья мои, да. Мне пропонували десять раз купить телеканал, скажу вам щиро, Володя, але купивши телеканал, я сразу попаду до політики, а я політику не хочу і ніколи туди не буду йти. Я музыкант, чим страшенно пишаюсь. І відповім тобі саме головне, поскольку ти якраз знімав цей фільм «14 на велоправосінь», ти якраз знімав. Да, следующее мы зробим ще краще. Це завдання будь-якого митця робить краще, краще і краще. Впротивному разі ми деградуємо, бо, як каже ББшко, старіємо. Але я скажу одну просту річ. На Україні, і мене підтримують, зараз знаю, що наш мед сразу підтримає, треба ввести кримінальну відповідальність за виступ під фонограму. А, друге, треба зробити... Ні-ні-ні, я категорично проти. Знаєте чому? Я краще прийду на концерт, сяду, послухаю вичищену фонограму і не получу рак вуха. На що мені співати фальшиве співання? На що мені то треба? Я вже наслухався. Я хочу, щоб все було гарно, щоб мені вухо ласкало. Ось краще, гарна вичищена фонограма, чим не стрійне погане мемокаси співання. Тоді, друзі мої, в нас ніколи в житті, Володя, не буде музикантів. Тоді в нас ніколи в житті не буде справжніх колективів. Я жартую, звичайно. Звичайно, мені треба емоцію. Нехай співає фальшиво, але емоційно. Але саме головне, знаєте ще, от я вважаю, що дві речі повинні зробити, і от ви мене послухаєте, можливо, я не правий. Але перше, треба заборонити виступати фонограми, і друге, повинна бути створена громадська організація, законодавчо закріплена, як у концерт. Так, терифіка. Повинна бути якась організація на Україні, яка повинна давати ліцензії на професійні виступи. Ви можете представити собі, що Герман Юрій Чюрченко привіт синхфонічний оркестр, а це просто було класно, студійна запись. І всі сиділи, робили вигляд, що вони глядають. Не, 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 не. Не треба запрещати фонограми, але живой звук треба стимулировати. Якщо артист виступає живим звуком, от пусть організатори, зал, який стоїть 100 тисяч гривень, от пусть за 20 тисяч дають. От що-то таке треба стимулировати. От такі закріплення. І тоді воно автоматично буде розвиватися. Тоді і захотять і оперні піти, і все остальное. Поощрінням, поощрінням. Сьогодні ця мисля вже неоднократно звучала, о тому, що держава має принимати участие в тому, що відбувається в індустриї. І розвиті індустриї не наступить, якщо держава не отробляє якісь рычаги, якісь льготи. Давайте сделаем стопроцентні українські радиостанції, возьмем несколько форматів, ну давайте пусть лицензії стоять дешевле, пусть как-то частоты достаються по-другому. І, ну, знаєте, якщо говорити о сьогоднішній, не коли школи музыкальні закрывають, то говорить о развиті, о національні культурі тоже, наверное, нужно начинать с істоків, а не обвинять друг друга в каких-то недочотах или несовершенствах каком-то. Володя, хочется услышать от тебя все-таки буде ли обещаний концерт в Україні, в Отверце Україна? Ну, по-перше, ми готуємося до загальноукраїнського туру, по-друге, готуємося до концерту, він буде до Дня Незалежності. Мені дуже хотіло, щоб українці святкували це свято вічно, поки буде жити Україна. Мені дуже хотіло, щоб звучала українська музика, українські пісні, незалежно, як вони будуть написані англійською мовою, німецькою, французькою, чи, можливо, циганською мовою, це не принципово, на мій погляд. Головне, щоб у нас відбулась держава, слава Богу, у цьому році, якщо не помиляюсь, ми святкуємо 25 років, вже до нашої держави. Мені дуже хотіло, щоб наші діти не жили більше в якійсь околиці імперії, щоб вони були українцями, і рано чи пізно все стане на свої місця, рано чи пізно народиться нова наша культура українська, по-справжімо нова, в тому числі і симфонічна, герман-дюрюча, обов'язково, не один скорик, я думаю, що буде ще десятки скориків в нас на Україні, і не тільки. Тому в нас, але я підтримую Володю, який говорить про те, що абсолютно правильно, що треба дати можливість молоді творити те, що вони творять. Вони творять уже щось нове, і в той же час я не можу не підтримувати нашого метра, нискільки йому боляче про те, що, на превеликий жаль, простакувати тексти, і десь вони не зовсім призивають до того, чого хотілося. Я хочу зробити такий концерт, запросити виконавців українських, щоб заспівали, в тому числі, і мої пісні. І потім зробимо тур по Україні, тому що я вважаю, знаєте, говорить про любов до України може безмежно, ми можемо до ранку тут з вами дискутувати, в кінці кінців, але це нічого не дасть. Для того, щоб ми любили Україну, треба любити все українське, треба їхати по Україні, співати українські пісні, доносить людям свою творчість, а вже люди, український народ, він дуже розумний. Вся наша філософія, вона в наших прислів'ях, розумієте? Тому, у нас маса прислів'я на цю тему. Тому поїдемо по Україні, від хати до хати, від двору до двору, від області до області, і будемо разом всі співати українські пісні, не забувати свої, і навчатися чомусь хорошому. Але, як Шевченко говорив, ви пам'ятаєте, що головне, не забувати свої. Це саме головне. Чому я підтримую всіх вас безвиключно. Дякую ще раз за те, що ми прийшли, чому ми зібрались. Тому що ми не байдужі до нашого, до головного, до справжнього, до того, на чому ми виросли, до українського. Володь, спасибо. Поговорили откровенно о музіке. Я вам скажу фразу підтримую. Я вам скажу, що показали ці 25 років незалежності України, що незважаючи на все, що робили радіо і телебачення, знищити українську пісню неможливо. Спасибо. Ми поговорили откровенно о музіке, кожен вискав своє мнення, був живий спор, але найголовніше, що во всім цьому він должен победити один, один український народ, українська музика. Я надеюсь, так оно і буде. Спасибо всем. До нових встреч.